КОРОВЫ ГЕРИОНА. ДЕСЯТЫЙ ПОДВИГ Вскоре после возвращения из похода в страну Амазонок Геракл отправился на новый подвиг. Эврисфей поручил ему пригнать в Микены коров великана Гериона, сына Хрисаора и океаниды Колерои. Далек был путь к Гериону. Гераклу нужно было достигнуть самого западного края Земли, тех мест, где сходит на закате с неба лучезарный бог Солнца Гелиос. Геракл-1 отправился в далекий путь. Он прошел через Африку, через бесплодные пустыни Ливии, через страны диких варваров и, наконец, достиг пределов Земли. Здесь воздвиг он по обеим сторонам узкого морского пролива два гигантских каменных столпа, как вечный памятник о своем подвиге. Столпы Геракла или Геркулесовые столпы. Греки считали, что скалы по берегам Гибралтарского пролива поставил Геракл. Еще много пришлось после этого странствовать к Гераклу, пока не достиг он берегов Седого океана. В раздумье сел герой на берегу у вечно шумящих вод океана. Как достигнуть ему острова Эрифеи? Где пас свои стада Герион? День уже клонился к вечеру. Вот показалась и колесница Гелиоса, спускающаяся к водам океана. Яркие лучи Гелиоса ослепили Геракла и охватил его невыносимый палящий зной. В гневе вскочил Геракл и схватился за свой грозный лук. Но не разгневался Гелиос. Он приветливо улыбнулся герою, понравилось ему необычайное мужество сына Зевса. Гелиос предложил Гераклу переправиться на Эрифею в золотом челне, в котором проплывал каждый вечер бог солнца со своими конями и колесницей с западного на восточный край земли в свой золотой дворец. Обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг берегов Эрифеи. Едва пристал он к острову, как почуял его грозный двуглавый пес Орфа, и с лаем бросился на героя. Одним ударом тяжелой палицы убил его Геракл. Ни один Орфа охранял стада Гериона. Пришлось биться Гераклу и с пастухом Гериона великаном Эвритионом. Герион быстро справился с великаном сын Зевса и погнал коров Гериона к берегу моря, где стоял золотой челн Гелиоса. Герион услыхал мычание коров и пошел к стаду. Увидав, что пес Орфа и великан Эвритион убиты, он погнался за похитителем стада и настиг его на берегу моря. Герион был чудовищным великаном. Он имел три туловища, три головы, шесть рук и шесть ног. Тремя щитами прикрывался он во время боя. Три громадных копья бросал сразу в противника. Но Афина-Паллада помогла Гераклу. Едва увидал Геракл Гериона, как тотчас пустил в него свою смертоносную стрелу. Вонзилась стрела в глаз одной из голов Гериона. За первой стрелой полетела вторая, за ней третья. Грозно взмахнул Геракл своей всесокрушающей палицей, как молнией поразил ею Гериона. И бездыханным упал на землю трехтелый великан. Геракл перевез с Эрефии в золотом челне Гелиуса коров Гериона. И вернул челн Гелиусу. Но еще много трудов предстояло впереди. Нужно было пригнать коров в Микены. Через всю Испанию, Пиренейские горы, Галию и Альпы, Италию гнал коров Геракл. На юге Италии, около города Региума, вырвалась одна корова из стада и через пролив переплыла в Сицилию. Там увидал ее царь Эрикс, сын Посейдона, и взял корову в свое стадо. Геракл долго искал корову. Наконец он попросил бога Гефеста охранять стадо, а сам переправился в Сицилию и там нашел в стаде царя Эрикса свою корову. Царь не захотел вернуть ее Гераклу. Надеясь на свою силу, он вызвал Геракла на единоборство. Наградой победителю должна была служить корова. Не по силам был Эриксу такой противник, как Геракл. Сын Зевса сжал царя в своих могучих объятиях и задушил. Вернулся Геракл с коровой к своему стаду и погнал его дальше. На берегах Ионийского моря богиня Гера наслала бешенство на все стадо. Бешеные коровы разбежались во все стороны. Только с большим трудом переловил Геракл большую часть коров уже в Афракии и пригнал, наконец, их к Эврисфею в Мекены. Эврисфей же принес их в жертву богине Гере. Кербер. Одиннадцатый подвиг Едва вернулся Геракл в Теринф, как снова послал его на подвиг Эврисфей. Это был уже одиннадцатый подвиг, который должен был совершить Геракл на службе у Эврисфея. Он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида и привести к Эврисфею стража подземного царства ужасного пса Кербера. Три головы было у Кербера. На шее у него извивались змеи. Хвост оканчивался головой дракона с громадной пастью. Геракл отправился в Лаконию и через мрачную пропасть у Тенара спустился во мрак подземного царства. Тенар – мыс, южная оконечность Пелопоннеса. У самых врат царства Аида увидал Геракл приросших к скале героев Тесея и Перифоя, царя Фессалии. Их наказали так боги за то, что они хотели похитить у Аида жену его, Персифону. Возмолился Тесей к Гераклу. О, великий сын Зевса, освободи меня. Ты видишь мои мучения. Один лишь ты в силах избавить меня от них. Протянул Геракл Тесею руку и освободил его. Когда же он хотел освободить и Перифоя, дрогнула земля. И понял Геракл, что боги не хотят его освобождения. Геракл покорился воле богов и пошел дальше во мрак вечной ночи. В подземное царство Геракла ввел вестник богов Гермес, проводник душ умерших. А спутницей героя была сама любимая дочь Зевса Афина Паллада. Когда Геракл вступил в царство Аида, в ужасе разлетелись тени умерших. Только не бежала при виде Геракла тень героя Мелиагра. С мольбой обратилась она к сыну Зевса. О, великий Геракл, об одном молю я тебя в память нашей дружбы. Сжалься над осиротевшей сестрой моей прекрасной Дионирой. Беззащитная стала сона после моей смерти. Возьми ее в жены, великий герой, будь ее защитником. Геракл обещал исполнить просьбу друга и пошел дальше за Гермесом. Навстречу Гераклу поднялась тень ужасной горгоны Медузы. Она грозно протянула свои медные руки и взмахнула золотыми крыльями. На голове ее зашевелились змеи. Схватился за меч бесстрашный герой, но Гермес остановил его словами. Не хватайся за меч, Геракл, ведь это лишь бесплотная тень. Она не грозит тебе гибелью. Много ужасов видел на пути своем Геракл. Наконец он предстал перед троном Аида. С восторгом смотрели властитель царства умерших и жена его Персифона на сына громовержца Зевса, бесстрашно спустившегося в царство мрака и печалей. Величественный, спокойный, стоял он перед троном Аида, опершись на свою громадную палицу, в львиной шкуре, накинутой на плечи и с луком за плечами. Аид милостиво приветствовал сына Зевса и спросил, что заставило его покинуть свет солнца и спуститься в царство мрака. Склонясь перед Аидом, ответил Геракл. О, властитель душ умерших, великий Аид, не гневайся на меня за мою просьбу, всесильный. Ты знаешь, что не по своей воле пришел я в твое царство, не по своей воле буду я просить тебя. Позволь мне, владыка Аид, отвезти в Микены твоего трехглавого пса Кербера. Велел мне сделать это Эврисфей, которому служу я по повелению светлых богов-олимпийцев. Аид ответил герою, я исполню сын Зевса твою просьбу, но ты должен без оружия укротить Кербера. Если укротишь его, я позволю тебе отвезти его к Эврисфею. Долго искал Геракл Кербера по подземному царству. Наконец он нашел его на берегах Ахеронта. Геракл обхватил руками шею Кербера. Грозно завыл пес Аида. Все подземное царство наполнилось его воем. Он силился вырваться из объятий Геракла, но только крепче сжимали могучие руки героя шею Кербера. Обвил хвост свой Кербер вокруг ног Геракла, впила с голова дракона своими зубами ему в тело, но все напрасно. Могучий Геракл все сильней и сильней сдавливал Керберу шею. Наконец полузадушенный пес Аида упал к ногам героя. Геракл укротил его и повел из царства мрака в Микены. Испугался дневного света Кербер. Весь покрылся он холодным потом. Ядовитая пена капала из трех его пастей на землю. Всюду, куда попадала хоть капля пены, вырастали ядовитые травы. Геракл привел Кербера к стенам Микены. В ужас пришел трусливый евресфей при одном взгляде на страшного пса. Чуть не на коленях молил он Геракла отвезти Кербера обратно в царство Аида. Геракл исполнил его просьбу и вернул Аиду его страшного стража. Яблоки Гисперид. Двенадцатый подвиг. Самым трудным подвигом Геракла на службе у Эвресфея был его последний, двенадцатый подвиг. Геракл должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа, Гиспериды, три золотых яблока. Яблоки эти росли на золотом дереве, выращенном богиней земли Геей, в подарок Гере, в день ее свадьбы с Зевсом. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Гисперид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз. Никто не знал пути к Гисперидам и Атласу. Долго блуждал Геракл по Азии и Европе. Прошел он все страны, которые проходил раньше по пути за коровами Гериона. Всюду Геракл расспрашивал о пути в сады Гисперид. Пришел Геракл на самый крайний север, к вечно катящей свои бурные беспредельные воды реке Эридану. На берегах Эридана с почетом встретили сына Зевса прекрасные нимфы и дали ему совет, как узнать путь в сады Гисперид. Геракл должен был напасть врасплох на морского вещего старца Нерея, когда он выйдет на берег из морской пучины и узнать у него путь к Гисперидам. Кроме Нерея, никто не знал этого пути. Геракл долго искал Нерея. Наконец удалось ему найти старца на берегу моря. Геракл напал на морского бога. Трудна была борьба с ним. Чтобы освободиться от железных объятий Геракла, Нерей принимал всевозможные образы, но не выпускал его герой. Наконец он связал утомленного Нерея, и морскому богу пришлось, чтобы получить свободу, открыть Гераклу тайну пути в сады Гисперид. Узнав эту тайну, сын Зевса отпустил морского старца и отправился в далекий путь. Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил он великана Антея, сына Посейдона, бога морей и богини земли Геи. Антей заставлял всех путников бороться с ним и всех, кого побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Нельзя было победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же была такова. Когда Антей чувствовал, что начинает ослабевать, он прикасался к земле, своей матери, и обновлялись его силы. Он черпал их у матери, великой богини земли. Но стоило только оторвать Антея от земли и поднять его на воздух, как исчезали его силы. Долго боролся Геракл с Антеем. Несколько раз он валил его на землю, но только прибавлялась силы у Антея. Вдруг во время борьбы поднял могучий Геракл Антея высоко на воздух. Иссякли силы сына Геи, и Геракл задушил его. Дальше пошел Геракл и пришел в Египет. Там, утомленный длинным путем, уснул он в тени небольшой рощи на берегу Нила. Увидал спящего Геракла царь Египта Бусирис, сын Посейдона и дочери Эпафа Лисианассы, и велел связать спящего героя. Он хотел принести Геракла в жертву отцу его Зевсу. Девять лет был неурожай в Египте. Пришедший из Кипра прорицатель Фрасий предсказал, что прекратится неурожай только в том случае, если будет Бусирис ежегодно приносить в жертву Зевсу чужеземца. Бусирис велел схватить прорицателя Фрасия и первым принес его в жертву. С тех пор жестокий царь приносил в жертву громовержцу всех чужеземцев, которые приходили в Египет. Привели к жертвеннику и Геракла. Но разорвал великий герой веревки, которыми был связан, и убил у жертвенника самого Бусириса и сына его Амфидаманта. Так был наказан жестокий царь Египта. Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасностей, пока достиг он края земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел герой на могучего титана, державшего на своих широких плечах весь небесный свод. — О, великий титан Атлас! — обратился к нему Геракл. — Я сын Зевса, Геракл. Меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатых золотом Микен. Эврисфей повелел мне достать у тебя три золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперит. — Я дам тебе три яблока, сын Зевса, — ответил Атлас. — Ты же, пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих небесный свод. Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный свод. Страшно давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью неба. Его мускулы вздулись, как горы. Пот покрыл все его тело от напряжения. Но нечеловеческие силы и помощь богине Афины дали ему возможность держать небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с тремя золотыми яблоками. Вернувшись, Атлас сказал герою. — Вот три яблока, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод. Потом я встану опять на свое место. Геракл понял хитрость Атласа, понял, что хочет Титан совсем освободиться от своего тяжелого труда и против хитрости применил хитрость. — Хорошо, Атлас, я согласен, — ответил Геракл. — Только позволь мне прежде сделать себе подушку. Я положу ее на плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный свод. Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял лук и колчан со стрелами, взял палицу и золотые яблоки и сказал. — Прощай, Атлас, я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками, Геспирид. Вечно же нести на плечах своих всю тяжесть неба я не хочу. С этими словами Геракл ушел от Титана и снова пришлось Атласу держать, как и прежде, на могучих плечах небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и отдал ему золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил яблоки своей покровительнице, дочери Зевса Афине Палладе. Афина вернула яблоки Геспиридам, чтобы вечно оставались они в их садах. После своего двенадцатого подвига Геракл освободился от службы у Эврисфея. Теперь он мог вернуться в Семивратные Фивы. Но недолго оставался там сын Зевса. Ждали его новые подвиги. Он отдал жену свою Мегару в жены своему другу Иолаю, а сам ушел опять в Теринф. Но не одни победы ждали его. Были у Геракла и тяжкие беды, так как по-прежнему преследовала его богиня Гера. Геракл и Эврит На острове Эвбее в городе Ойхалии правил царь Эврит. По всей Греции славился Эврит как самый искусный стрелок из лука. Сам стреловержец Аполлон был его учителем, даже подарил ему лук из стрелы. Некогда в юности учился у Эврита стрелять из лука и Гераклу. Эврит объявил, что отдаст свою прекрасную дочь Иолу в жены тому герою, который победит его в стрельбе из лука. Геракл, только что, окончивший службу у Эврисфея, отправился в Ойхалию, где собрались многие герои Греции и принял участие в состязании. Геракл легко победил царя Эврита и потребовал, чтобы он отдал ему в жены Иолу. Эврит же не исполнил своего обещания. Забыв священные обычаи гостеприимства, он стал издеваться над великим героем. Он сказал, что не отдаст свою дочь тому, кто был рабом Эврисфея. Наконец, Эврит и его надменные сыновья выгнали охмелевшего во время пира Геракла из дворца и даже из Айхалии. Ушел Геракл из Айхалии. Полный глубокой грусти покинул он Эвбею, так как полюбил прекрасную Иолу. Затаив в сердце злобу на оскорбившего его Эврита, он вернулся в Теринф. Через некоторое время у Эврита похитил стада хитрейший из греков Автолик, сын Гермеса. Эврит же обвинил в этой краже Геракла. Царь Айхалии думал, что герой похитил его стада, желая отомстить за обиду. Лишь Эфит, старший сын Эврита, не верил, что Геракл похитил стада его отца. Эфит даже вызвался разыскать стада, лишь бы доказать невиновность Геракла, с которым связывала его самая тесная дружба. Во время поисков пришел Эфит в Теринф. Геракл радушно принял своего друга. Однажды, когда они вдвоем стояли на высоких стенах крепости Теринфа, построенной на скале, Гераклом внезапно овладел неистовый гнев, посланный на него богиней Герой. Вспомнил Геракл в гневе то оскорбление, которое нанесли ему Эврит и его сыновья. Не владея собой, схватил он Эфита и сбросил его со стены крепости. Насмерть разбился несчастный Эфит. Этим убийством, совершенным против воли, прогневал Геракл Зевса, так как он нарушил священные обычаи гостеприимства и святость уздружбы. В наказание наслал великий громовержец на сына тяжкую болезнь. Долго страдал Геракл. Наконец, истомленный болезнью, отправился он в Дельфы, чтобы вопросить Аполлона, как избавиться ему от этой кары богов. Но прорицательница Пифия не дала ему ответа. Она даже изгнала Геракла из храма, как осквернившего себя убийством. Разгневанный Геракл похитил из храма треножник, с которого давало прорицание Пифия. Этим он прогневал Аполлона. Явился златокудрый бог к Гераклу и потребовал у него возвращения треножника. Но отказал ему Геракл. Завязалась жестокая борьба между сыновьями Зевса, бессмертным богом Аполлоном и смертным, величайшим из героев, Гераклом. Зевс не хотел гибели Геракла. Он бросил Солимпа свою блестящую молнию между сыновьями и, разъединив их, прекратил борьбу. Примирились братья. Пифия же дала такой ответ Гераклу. «Ты получишь исцеление лишь тогда, когда будешь продан на три года в рабство. Деньги же, вырученные за тебя, отдай Эвриту как выкуп за убитого тобой сына его, Эфита». Опять пришлось Гераклу лишиться свободы. Его продали в рабство царицы Лидии, дочери Иордана Амфали. Сам Гермес отнес Эвриту вырученные за Геракла деньги, но не принял их гордый царь Айхалии. Он остался по-прежнему врагом Геракла. Геракл и Дианира После того, как Эврит прогнал Геракла из Айхалии, великий герой пришел в Калидон, город Витолии. Там правил Ойней. Геракл явился к Айнею просить руки его дочери Дианиры, так как он обещал в царстве теней Мелиагру жениться на ней. В Калидоне Геракл встретил грозного соперника. Много героев добивалось руки прекрасной Дианиры, а среди них и речной бог Ахиллой. Наконец решил Айней, что руку Дианиры получит тот, кто выйдет победителем в борьбе. Все женихи отказались бороться с могучим Ахиллоем. Согласился лишь Геракл. Видя решимость Геракла, Ахиллой сказал ему, «Ты говоришь, что рожден Зевсом и Алкменой. Лжешь ты, что Зевс твой отец!» И стал Ахиллой издеваться над сыном Зевса и поручить мать его Алкмену. Нахмурив брови, сурово взглянул Геракл на Ахиллоя. Гневом сверкнули его глаза и сказал он, «Ахиллой, мне лучше служат руки, чем язык. Будь победителем на словах, я же буду победителем на деле». Уверенным шагом подошел Геракл к Ахиллою и обхватил его могучими руками. Твердо стоял огромный Ахиллой. Не мог свалить его Геракл. Напрасны были все его усилия. Ахиллой стоял, как незыблемая скала, которую не могут поколебать морские волны, ударяясь о нее с громовым шумом. Борются Геракл и Ахиллой, подобно двум быкам, сцепившимся своими кривыми рогами. Три раза нападал Геракл на Ахиллоя. На четвертый раз обхватил его герой сзади. Словно тяжелая гора придавил он речного бога к самой земле. Ахиллой едва мог, собрав все свои силы, освободить руки, покрытые потом. Как ни напрягал он свои силы, все сильней и сильней прижимал его к земле Геракл. Со стоном склонился Ахиллой, колени его согнулись, а головой коснулся он самой земли. Чтобы не быть побежденным, Ахиллой прибег к хитрости. Он обратился в змею. Лишь только обратился Ахиллой в змею и выскользнул из рук Геракла, как смеясь воскликнул Геракл, еще в колыбели научился я бороться со змеями. Правда, ты превосходишь других змей, Ахиллой, но не сравняться тебе с лернейской гидрой. Хоть и вырастали у нее вместо срубленной головы две новые, все же я победил ее. Схватил Геракл руками шею в змеи и сдавил ее, как железными клещами. Силился вырваться из рук героя Ахиллой, но не мог. Тогда обратился он в быка и снова напал на Геракла. Геракл схватил за рога быка Ахиллоя и повалил на землю. С такой страшной силой повалил его Геракл, что сломал ему один рог. Побежден был Ахиллой и отдал Айней Деяниру в жены Гераклу. После свадьбы Геракл остался во дворце Айнея, но недолго пробыл он у него. Однажды, во время пира, Геракл ударил сына Архитела Эвнома за то, что мальчик палил ему на руки воду, приготовленную для омовения ног. Удар был так силен, что мальчик упал мертвым. Опечалился Геракл и, хотя простил ему Архител невольное убийство сына, все же покинул герой Калидон и отправился с женой своей, Деянирой, в Теринф. Во время пути Геракл пришел с женой к реке Эвену. Эвен, река в Итолии, области на западе Средней Греции. Через эту бурную реку перевозил за оплату путников на своей широкой спине кентавр Нес. Он предложил перенести Деяниру на другой берег, и Геракл посадил ее на спину кентавра. Сам же герой перебросил палицу и лук на другую сторону и переплыл бурную реку. Вышел на берег Геракл и вдруг услыхал громкий крик Деяниры. Она звала на помощь своего мужа. Кентавр, плененный красотой, Деяниры хотел ее похитить. Грозно крикнул сын Зевса Нессу. Куда ты бежишь? Уж не думаешь ли ты, что спасут тебя твои ноги? Нет, не спасешься ты. Как бы быстро не мчался ты, моя стрела все-таки настигнет тебя. Натянул свой лук Геракл и слетела с тугой тетивы смертоносная стрела. Настигла стрела Несса, вонзилась ему в спину, а острие ее вышло сквозь грудь кентавра. Упал на колени раненый Несс. Ручьем льется из его раны кровь, смешавшаяся с ядом лернейской гидры. Не хотел умереть неотомщенным Несс. Он собрал свою кровь и дал ее Деянире, сказав, «О, дочь Айнея, тебя последнюю перенес я через бурные воды Эвена. Возьми же мою кровь и храни ее. Если разлюбит тебя Геракл, эта кровь вернет тебе его любовь, и ни одна женщина не будет ему дороже тебя. Натри только ею одежду Геракла. Взяла кровь Несса Деянира и спрятала ее. Умер Несс. Геракл же с Деянирой прибыли в Теринф и жили там до тех пор, пока не заставила их покинуть славный город невольное убийство Гераклом своего друга Эфита». Геракл у Амфалы За убийство Эфита продан был Геракл в рабство царицы Лидии Амфале. Никогда еще не испытывал Геракл таких невзгод, как на службе у гордой лидийской царицы. Величайший из героев терпел от нее постоянные унижения. Казалось, что Амфала наслаждается, издеваясь над сыном Зевса. Нарядив Геракла в женские одежды, она заставляла его прясть и ткать со своими служанками. Герой, который поразил своей тяжелой палицей Лернейскую Гидру, герой, приведший из царства Аида, ужасного Кербера, задушивший руками немейского льва и державший на плечах своих тяжесть небесного свода, герой, при одном имени которого трепетали его враги, должен был сидеть, согнувшись за ткацким станком или прясть шерсть руками, привыкшими владеть острым мечом, натягивать тетиву тугого лука и разить врагов палицей. А Амфала, надев на себя львиную шкуру Геракла, которая покрывала ее всю и волочилась за ней по земле, в его золотом панцире, опоясанная его мечом, с трудом взвалив себе на плечо палицу героя, становилась перед сыном Зевса и издевалась над ним, своим рабом. Амфала как бы задалась целью угасить в Геракле всю его непоборимую силу. Должен был все сносить Геракл, ведь он был в полном рабстве у Амфалы, и это должно было длиться долгих три года. Лишь изредка отпускала Амфала героя из своего дворца. Однажды, покинув дворец Амфалы, Геракл уснул в тени рощи в окрестностях Эфеса. Эфес – город на западном берегу Малой Азии. Во время сна подкрались к нему карлики, киркопы и хотели похитить его оружие, но проснулся Геракл как раз в то время, когда киркопы схватили его лук и стрелы. Переловил его герой и связал им руки и ноги. Геракл продел киркопом между связанных ног большой шест и понес их к Эфесу. Но киркопы так рассмешили Геракла своим кривлянием, что герой отпустил их. Во время рабства у Амфалы пришел Геракл в Авлиду, к царю Селею, который заставлял всех чужестранцев, приходивших к нему, работать словно рабов в виноградниках. Авлида – город на берегу пролива, отделяющего остров Эфбею от Средней Греции. Заставил он работать и Геракла. Рассерженный герой вырвал все лозы у Селея и убил самого царя, который не чтил священного обычая гостеприимства. Во время рабства у Амфалы принял Геракл участие в походе аргонавтов. Но, наконец, кончился срок наказания и снова был свободен великий сын Зевса. Геракл берет Трою. Лишь только освободился Геракл от рабства у Амфалы, сейчас же собрал он большое войско героев и отправился на восемнадцати кораблях к Трое, чтобы отомстить обманувшему его царю Лаамидонту. Прибыв к Трое, он поручил охрану кораблей небольшому отряду во главе с Аиклом. Сам же с остальным войском двинулся к стенам Трои. Только ушел Геракл, как напал на Аикла, Лаамидонт убил Аикла и перебил почти весь его отряд. Услыхав шум битвы у кораблей, Геракл вернулся, обратил в бегство Лаамидонта и загнал его в Трою. Недолго длилась осада города. Первым ворвался в Трою Теламон. Геракл не мог вынести, что его опередили. Выхватив меч, он бросился на Теламона. Увидя, что неминуемая гибель грозит ему, быстро нагнулся Теламон и стал собирать камни. Удивился Геракл и спросил, что ты делаешь, Теламон? О, величайший сын Зевса! Я воздвигаю жертвенник Гераклу-победителю, ответил хитрый Теламон и своим ответом смирил гнев сына Зевса. Во время взятия города Геракл убил своими стрелами Лаамидонта и всех его сыновей. Только младшего из них подарка пощадил герой. Прекрасную же дочь Лаамидонта Гессиону Геракл отдал в жены отличившемуся храбростью Теламону и позволил ей выбрать одного из пленных и отпустить его на свободу. Гессиона выбрала своего брата подарка. Он прежде всех пленных должен стать рабом, воскликнул Геракл. Только если ты дашь за него выкуп, будет он отпущен на свободу. Гессиона сняла с головы покрывало и отдала его как выкуп за брата. С тех пор стали называть подарка Приаамом, то есть купленным. Отдал ему Геракл власть над Троей, а сам отправился со своим войском в путь. Когда Геракл плыл по морю, возвращаясь из-под Трои, богиня Гера, желая погубить ненавистного сына Зевса, послала великую бурю. А чтобы не видел Зевс, какая опасность грозит его сыну, упросила Гера, бога сна, Гипноса, усыпить эгидодержавного Зевса. Буря занесла Геракла на остров Кос. Кос один из Спарадских островов у берегов Малой Азии. Жители Коса приняли корабль Геракла за разбойничий и не давали ему пристать к берегу, бросая в него камни. Ночью высадился Геракл на остров, победил жителей Коса, убил их царя, сына Посейдона Эврипила и предал опустошению весь остров. Зевс страшно разгневался, когда проснувшись узнал, какой опасности подвергался его сын Геракл. В гневе заковал он Геру в золотые несокрушимые оковы и повесил ее между землей и небом, привязав к ногам две тяжелые наковальни. Каждого из олимпийцев, которые хотели прийти на помощь Гере, свергал с высокого олимпа грозный в гневе Зевс. Долго искал он и Гипноса, сверг бы и его с олимпа повелитель богов и смертных, если бы не укрыла богиня ночь бога сна. Геракл сражается с гигантами. На остров Кос послал к Гераклу отец его Зевс свою любимую дочь Афину Палладу призвать великого героя на помощь в их борьбе с гигантами. Гигантов породила богиня Гея из капель крови свергнутого кроном Урана. Это были чудовищные великаны с ногами в виде змей с косматыми длинными волосами. Гиганты обладали страшной силой. Они гордились своим могуществом и хотели отнять у богов олимпийцев власть над миром. Они вступили в бой с богами на флегрейских полях, лежавших на халкидском полуострове Палене. Боги Олимпа были им не страшны. Мать гигантов Гея дала им целебное средство, которое делало их неуязвимыми для оружия богов. Лишь смертный мог убить гигантов. От оружия смертных не защитила их Гея. По всему свету искала Гея целебную траву, которая должна была защитить гигантов и от оружия смертных. Но Зевс запретил светить богиням Зари Эос и Луны Селени и лучезарному богу Солнца Гелиосу и сам срезал целебную траву. Не страша смерти от руки богов, гиганты ринулись в бой. Долго длился бой. Гиганты бросали в богов громадные скалы и горящие стволы вековых деревьев. По всему свету разносился гром битвы. Наконец явился Геракл с Афиной Палладой. Зазвенела тетива грозного лука сына Зевса, сверкнула стрела, напоенная ядом лернейской гидры, и вонзилась в грудь самого могучего из гигантов Алкианея. Упал Алкианей, но не мог он умереть на полене. Здесь он был бессмертен. Упав на землю, вставал он через некоторое время еще более могучим, чем прежде. Геракл быстро взвалил его на свои плечи и унес с полены. За пределами ее умер гигант. После гибели Алкианея на Геракла и Геру напал гигант Порфирион. Сорвал он с Геры ее покрывало и хотел уже схватить ее. Но поверг его Зевс на землю своей молнией, а Геракл лишил его жизни стрелой. Аполлон пронзил золотой стрелой левый глаз гиганту Эфиальту, а Геракл убил его, попав ему стрелой в правый глаз. Гиганта Эврита сразил своим Тирсом Дионис, гиганта Клития Гефест, бросив в него целые глыбы раскаленного железа. Афинопаллада навалила на обратившегося в бегство гиганта Энкеллада весь остров Сицилию. Гигант же Полибот, спасаясь морем от преследования грозного колебателя земли Посейдона, бежал на остров Кос, отколол своим трезубцем часть Коса Посейдон и бросил ее на Полибота. Так образовался остров Нисирос. Гермес сразил гиганта Ипполита, Артемида, Гратиона, великие Мойры гигантов Агрия и Фаона, сражавшихся медными палицами, всех остальных гигантов сразил своей сверкающей молнией громовержец Зевс. Но смерть послал им всем Геракл своими незнающими промаха стрелами. Смерть Геракла и принятие его в сон олимпийских богов. Изложено по трагедии Софокла Трохинянки. Когда Геракл за убийство Ифита был продан в рабство Амфалия, Даянире с детьми пришлось покинуть Теринф. Жене Геракла дал приют царь фессалейского города Трохины Кейк. Прошло уже три года и три месяца, как покинул Геракл Даяниру. Жена Геракла беспокоилась о судьбе своего мужа. Не было известий от Геракла. Даянира даже не знала, жив ли он. Тяжелые предчувствия мучили Даяниру. Позвала она своего сына Гилла и сказала ему «О, возлюбленный сын мой, позор, что ты не ищешь своего отца, вот уже много месяцев нет от него вестей». «Если только можно верить слухам», ответил матери Гилл, то после того, как три года пробыл отец с рабом Оамфалы, он, когда кончился срок его рабства, отправился с войском на Эвбею к городу Айхалии, чтобы отомстить старю Эвриту за оскорбление. «Сын мой», прервала Гилла мать, «твой отец Геракл, уходя на великие подвиги, никогда не покидал меня в такой тревоге, как в последний раз. Он оставил мне даже при прощании табличку с записанным на ней старым предсказанием, данным ему в Додоне. Додон – город в Эпире на западе Северной Греции со знаменитым в древности оракулом Зевса. Сказано там, что если три года и три месяца пробудет Геракл на чужбине, то или постигнет его смерть, или же, вернувшись домой, будет вести он радостную и спокойную жизнь. Покидая меня, оставил мне Геракл и распоряжение, что из земель предков в случае его смерти должны получить в наследство его дети. Тревожит меня участь мужа, ведь говорил же он мне об осаде Айхалии, что он или погибнет под городом, или же, взяв его, будет жить счастливо. Нет, сын мой, иди, молю тебя, разыщи твоего отца. Гил покорной воле матери отправился в далекий путь на Эвбею, Вайхалию, искать отца. Через некоторое время, после того, как Гил покинул Трахину, прибежал к Деянире вестник. Он сообщил ей, что сейчас придет от Геракла посол Лихас. Радостную весть принесет Лихас. Геракл жив, он победил Эврита, взял и разрушил город Айхалию и скоро вернется в Трахину в славе победы. Следом завистникам пришел к Деянире и Лихас. Он привел пленных и среди них Иолу, дочь Эврита. Радостно встретила Деянира Лихаса. Посол Геракла рассказал ей, что Геракл по-прежнему могуч и здоров. Он собирается праздновать свою победу и готовится принести богатые жертвы, прежде чем покинет Эвбею. Деянира заметила среди пленных прекрасную женщину и спросила Лихаса. Скажи мне, Лихас, кто эта женщина, кто ее отец и мать? Больше всех горюет она, не дочь ли это самого Эврита? Но Лихас ответил жене Геракла. Не знаю я, царица, кто она. Наверное, к знатному эвбейскому роду принадлежит эта женщина. Ни слова не сказала она во время пути. Все время льет слезы скорби с тех пор, как покинула родной город. Несчастная, воскликнула Деянира, к этому горю не прибавлю я тебе новых сейчас приду следом за вами. Лихас ушел с пленными во дворец. Лишь только ушел он, как приблизился к Деянире слуга и сказал ей, погоди, царица, выслушай меня, не всю правду сказал тебе Лихас, он знает, кто эта женщина, это дочь Эврита Иола. Из любви к ней состязался некогда Геракл с Эвритом в стрельбе из лука. Гордый царь не отдал ему победителю в жены дочери, как обещал, оскорбив, он прогнал великого героя из города. Ради Иолы взял теперь Айхалию Геракл и убил царя Эврита. Не как рабу прислал сюда Иолу сын Зевса. Он хочет взять ее в жены. Опечалилась Даянира. Она упрекает Лихаса за то, что он скрыл от нее правду. Сознается Лихас, что действительно Геракл, плененный красотой Иолы, хочет жениться на ней. Горюет Даянира. Забыл ее Геракл во время долгой разлуки. Теперь любит он другую. Что делать ей несчастной? Она любит великого сына Зевса и не может отдать его другой. Вспоминает убитая горем Даянира о крови, которую дал ей когда-то кентавр Нес. И то, что он сказал ей перед смертью. Ведь он сказал ей, натри моей кровью одежду Геракла, и вечно будет он любить тебя. Ни одна женщина не будет ему дороже тебя. Боится прибегнуть Даянира к волшебному средству. Но любовь к Гераклу и страх потерять его побеждают наконец ее опасения. Достает она кровь Несса, которую так долго хранила в сосуде, чтобы не упал на нее луч солнца, чтобы не согрел ее огонь очага. Даянира натирает ею роскошный плащ, который выткала она в подарок Гераклу, кладет его в плотно закрывающийся ящик, зовет Лихаса и говорит ему спеши Лихас на Эвбею и отнеси Гераклу этот ящик, в нем лежит плащ, пусть наденет этот плащ Геракл, когда будет приносить жертву Зевсу, скажи ему, чтобы ни один смертный не надевал этого плаща, кроме него, чтобы даже луч светлого Гелиуса не коснулся плаща, прежде чем он наденет его спеши же Лихас ушел Лихас с плащом после его ухода Даянирой овладела беспокойство пошла она во дворец и к своему ужасу видит, что та шерсть, которой натирала она плащ кровью Несса истлела Даянира бросила эту шерсть на пол луч солнца упал на шерсть и согрел отравленную ядом лирнейской гидры кровь кентавра вместе с кровью нагрелся яд гидры и обратил в пепел шерсть а на полу где лежала шерсть показалась ядовитая пена в ужас в ужас пришла Даянира она боится что погибнет Геракл надев отравленный плащ все сильнее и сильнее мучает жену Геракла предчувствие непоправимой беды немного прошло времени с тех пор как ушел на Эвбею с отравленным плащом лихос во дворец входит вернувшийся в трахину гил он бледен глаза его полны слез взглянув на мать восклицает он о как хотел бы я видеть одно из трех или чтобы не было тебя в живых или чтобы другой звал тебя матерью а не я или же чтобы лучший разум был у тебя чем теперь знай ты погубила собственного мужа моего отца о горе в ужасе воскликнула Деянира что говоришь ты сын мой кто из людей сказал тебе это как можешь ты обвинять меня в таком злодеянии я сам видел страдания отца не от людей узнал я это рассказывает гил матери что случилось на горе Каньоне около города Айхалии Геракл воздвигнув жертвенник готовился уже принести жертвы богам и прежде всего отцу своему Зевсу как пришел Лихос с плащом сын Зевса надел плащ дар жены и приступил к жертвоприношению в жертву Зевсу принес он двенадцать отборных быков всего же принес герой сто жертв богам ярко вспыхнуло пламя на алтарях Геракл стоял благоговейно воздев руки к небу и призывал богов огонь жарко пылавший на жертвенниках согрел тело Геракла и выступил на его теле пот вдруг прилип к телу героя отравленный плащ судороги пробежали по телу Геракла почувствовал он страшную боль ужасно страдая призвал герой Лихоса и спросил его зачем принес он этот плащ что мог ответить ему Лихос он мог только сказать что с плащом прислала его Деянира Геракл же не сознавая ничего от страшной боли схватил Лихоса за ногу и ударил его о скалу вокруг которой шумели морские волны насмерть разбился Лихос Геракл же упал на землю он бился в невыразимых муках крик его разносился далеко по Эвбее Геракл проклинал свой брак с Деянирой великий герой призвал сына и с тяжким стоном сказал ему о сын мой не покидай меня в несчастье если даже будет грозить тебе смерть не покидай меня подними меня унеси отсюда унеси туда где не видел бы меня ни один смертный о если чувствуешь ты ко мне сострадание не дай мне умереть здесь подняли Геракла положили на носилки отнесли на корабль чтобы перевести его в трахину вот что рассказал Гил матери и закончил рассказ такими словами сейчас вы все увидите здесь великого сына Зевса может быть еще живым а может быть уже мертвым о пусть накажут тебя мать суровые Иринии и мстительница Дикэ ты погубила лучшего из людей которых когда-либо носила земля никогда не увидишь ты подобного героя молча ушла во дворец Даянира во дворце схватила она обоюдоострый меч увидала Даяниру старая няня она зовет скорее Гила спешит Гил к матери но пронзила уже она мечом свою грудь с громким плачем бросился к матери несчастный сын он обнимает ее и покрывает поцелуями ее похолодевшее тело в это время приносит ко дворцу умирающего Геракла он забылся сном во время пути но когда опустили носилки на землю у входа во дворец Геракл проснулся от страшной боли ничего не сознавал герой о великий Зевс восклицает он в какой стране я о где вы мужи Греции помогите мне ради вас я очистил землю и море от чудовищ зла теперь же никто из вас не хочет избавить меня огнем или острым мечом от тяжелых страданий о ты брат зевс великий аид усыпи усыпи меня несчастного быстро летающей смертью отец выслушай меня молю тебя просит со слезами гил невольно совершила это злодеяние мать узнав что сама она причина твоей гибели пронзила мать сердце острием меча о боги умерла она и я не мог ей отомстить ни от моей руки погибла коварная даянира отец не виновата она говорит гил увидав в доме своем иолу дочь эврита мать моя хотела волшебным средством вернуть твою любовь она натерла плащ кровью сраженного твоей стрелой кентавра Несса не ведая что отравлена эта кровь ядом лернейской гидры о горе горе восклицает геракл так вот как исполнилось предсказание отца моего зевса он сказал мне что не умру я от руки живого что суждено мне погибнуть от козней сошедшего в мрачное царство аида вот как погубил меня сраженный мною Несс так вот какой сулил мне покой оракул в додоне покой смерти да правда у мертвых нет тревог исполни же мою последнюю волю гил отнеси с моими верными друзьями меня на высокую аэту на ее вершине сложи погребальный костер положи меня на костер и подожги его сделай это скорее прекратим мои страдания а это гора в фесалии около города трахины о сжалься отец неужели ты заставляешь меня быть твоим убийцей умоляет гил отца нет не убийцей будешь ты оцелителем моих страданий есть еще у меня желание исполни и его просит сына геракл возьми себе в жены дочь эврита иолу но отказывается гил исполнить просьбу отца и говорит нет отец не могу я взять в жены ту которая была виновницей гибели моей матери упокорись моей воле гил не вызывай во мне вновь затихших страданий дай мне умереть спокойно настойчиво молит сына геракл смирился гил и отвечает отцу хорошо отец я буду покорен твоей предсмертной воле торопит геракл сына просит скорее исполнить его последнюю просьбу спеши же сын мой спеши положить меня на костер прежде чем опять начнутся эти невыносимые муки несите меня прощай гил друзья геракла и гил подняли носилки и отнесли геракла на высокую аэту там сложили они громадный костер и положили на него величайшего из героев страдания геракла становятся все сильнее все глубже проникает в его тело яд лирнейской гидры рвет с себя геракл отравленный плащ плотно прилип он к телу вместе с плащом геракл отрывает куски кожи и еще нестерпимее становятся страшные муки одно лишь спасение от этих мук смерть легче погибнуть в пламени костра чем терпеть их но никто из друзей героя не решается поджечь костер наконец пришел на аэту филактет его уговорил геракл поджечь костер и в награду за это подарил ему свой лук и стрелы отравленные ядом гидры поджег костер филактет ярко вспыхнуло пламя костра но еще ярче засверкали молнии зевса громы прокатились по небу на золотой колеснице принеслись к костру афина паллада с гермесом и вознесли они на олимп величайшего из героев геракла по некоторым вариантам мифа на колеснице была не афина а богиня победы ника там встретили его боги стал бессмертным богом геракл гера забыв свою ненависть отдала гераклу в жены дочь свою вечно юную богиню гебу живет с тех пор на светлом олимпе в сонме бессмертных богов геракл это было ему наградой за все его подвиги на земле за все его страдания гераклиды изложено по трагедии эврипида гераклиды после смерти геракла его дети и мать его алкмена жили в теринфе у старшего сына геракла гилла недолго прожили они там из ненависти к гераклу эврисфей прогнал детей величайшего героя из владений их отца и преследовал их всюду где только старались они укрыться дети геракла долго скитались по всей Греции наконец приютил их у себя престарелый и Алай племянник и друг геракла и у него настигла несчастных ненависти в эврисфее и пришло с им с Иолаем бежать в Афины где правил сын Тесея Демофонт узнав что дети Геракла укрылись в Афинах эврисфей послал своего вестника Капрея потребовать у Демофонта выдачи гераклидов Демофонт отказал Капрею не устрашала его и угроза что Эврисфей с большим войском нападет на Афины и разрушит город Демофонт не хотел нарушить обычай гостеприимства вскоре Эврисфей вторгся с большим войском в Аттику предстояла Афинянам битва с многочисленными врагами вопросили они богов об исходе битвы и боги открыли им что Афиняне победят лишь в том случае если будет принесена в жертву богам девушка Макария старшая дочь Геракла и Деяниры добровольно обрекла себя в жертву богам она решила пожертвовать жизнью ради спасения своих братьев и сестер встретились оба войска на поле битвы пришел ИГИЛ с отрядом воинов он нашел помощь против Эврисфея перед началом битвы Макария была принесена в жертву жесток и кровопролитен был бой победили Афиняне Эврисфей обратился в бегство и Гил бросился на колеснице преследовать врага своего отца увидал это Иолай он умолил Гила уступить ему колесницу престарелый соратник Геракла сам хотел отомстить за все беды которые причинил Эврисфей его другу Иолай быстро помчался на колеснице в погоню он уже почти настиг Эврисфея взмолился Иолай богам олимпийцам он молил их вернуть ему лишь на один день его юность и былую силу услышали мольбу Иолая боги две яркие звезды скатились с неба темное облако опустилось на колесницу Иолая когда раступило с облака Иолай стоял на колеснице во всем блеске своей юности могучей и прекрасной настиг Иолай Эврисфея и пленил его Иолай с торжеством привез связанного Эврисфея в Афины в неистовый гнев пришла мать Геракла Алкмена увидав врага своего сына несмотря на то что хотели защитить Эврисфея Игил и Демофонт вырвала Алкмена своими руками глаза Эврисфею и убила его Афиняне не оставили без погребения побежденного врага он был погребен в Атике у святилища Поленской Афины Кикроп Эрихтоний и Эрихтей Кикроп основатель афинского Акрополя получеловек полузмея Афиняне называли себя кикропидами то есть потомками кикропа Отсюда ясно что было время когда афиняне верили в свое происхождение от змеи или от предка змеи это указывает на древность мифа Эрихтоний рожденный землей тоже имеет вид змеи Эрихтей первоначально синоним Эрихтония Лишь с конца пятого века до нашей эры в произведениях Эврипида Эрихтей упоминается как самостоятельный мифический герой основателем великих Афин и их Акрополя был рожденный землей кикроп земля породила его получеловеком полузмеей тело его оканчивалось громадным змеиным хвостом кикроп основал Афины в Атике в то время когда спорили за власть над всей страной колебатель земли бог моря Посейдон и воительница богиня Афина любимая дочь Зевса чтобы решить этот спор все боги собрались во главе с самим громовержцем Зевсом на афинском Акрополе на суд властитель богов и людей призвал и кикропа чтобы он решил кому должна принадлежать власть в Атике змееногий кикроп явился на суд боги решили дать власть над Атикой тому кто принесет стране самый ценный дар ударил колебатель земли Посейдон трезубцем в скалу и из нее забил источник соленой морской воды Афина же вонзила в землю сверкающее копье и выросла из земли плодоносная олива тогда кикроп сказал светлые боги Олимпа всюду шумят соленые воды безбрежного моря но нет нигде оливы дающие богатые плоды Афине принадлежит олива она даст богатство всей стране и будет побуждать жителей к труду земледельцев и возделыванию плодородной почвы великое благо дала Афина Атике пусть же ей принадлежит власть над всей страной боги олимпийцы присудили Афине Палладе власть над городом основанным Кикропом и над всей Атикой с тех пор стал называться город Кикропа Афинами в честь дочери Зевса Кикроп основал в Афинах первое святилище богини Афине защитницы города и отцу ее Зевсу дочери Кикропа были первыми жрицами Афины Кикроп дал Афининам законы и устроил все государство он был первым царем Атики преемником Кикропа был Рехтоний сын бога огня Гефеста подобно Кикропу он был рожден землей полно тайны рождения Эрихтония когда он родился богиня Афина взяла его под свое покровительство и он рос в ее святилище Афина положила новорожденного Эрихтония в плетеную корзину с плотно закрытой крышкой две змеи должны были охранять Эрихтония охраняли его и дочери Кикропа Афина строго запретила им поднимать крышку с корзины они не должны были видеть таинственно рожденного землей младенца любопытство мучило дочерей Кикропа им хотелось хоть раз взглянуть на Эрихтония однажды Афина отлучилась из своего святилища на Акрополе чтобы принести от полены гору которую она решила поставить у Акрополя для его защиты когда богиня несла гору к Афинам навстречу ей прилетела ворона и сказала что дочери Кикропа открыли корзину с Эрихтонием и увидали таинственного младенца страшно разгневалась Афина она бросила гору и в мгновение око явилось в свое святилище Афина строго покарала дочерейки Кикропа их охватило безумие они выбежали из святилища в безумии бросились с отвесных скал Акрополя и разбились насмерть с этих пор сама Афина охраняла Эрихтония гаражи которую бросила Афина так и осталась на том месте где сообщила богиня ворона о проступке дочерей Кикропа потом эта гора стала называться Ликобетом Эрихтонием возмужав стал царем Афин где и правил долгие годы им были учреждены древнейшие празднества в честь Афины Панафинеи Панафинеи главный праздник Афин справлялся в продолжении нескольких дней в месяце Гекатамбайоне первом месяце греческого года по нашему счету в конце июля и начале августа Панафинеи отличавшиеся особой торжественностью справлялись раз в четыре года начинались празднества ночью торжественным бегом с факелами утром устраивалось пышное шествие на Акрополь несли богато затканный новый пеплос верхнюю одежду богини его надевали на статую Афины стоявшую в храме Парфенон во время Панафиней происходили состязания в беге борьбе бросание диска и так далее состязания колесниц а также состязания поэтов певцов и музыкантов в гимнастических состязаниях и в особом торжественном танце в полном вооружении участвовали мальчики юноши и взрослые граждане Эрихтоний первый впряг коней в колесницу и первый ввел в Афинах состязания на колесницах потомком Эрихтония был царь Афин Эрихтей ему пришлось вести тяжелую войну с городом Элифсином которому пришел на помощь сын фракийского царя Эвмолпа и Марат несчастлива была эта война для Эрихтея все больше и больше теснили его и Марат и фракийцы наконец Эрихтей решил обратиться к оракулу Аполлона в Дельфах чтобы узнать какой ценой может он достигнуть победы ужасный ответ дала Пифия она сказала Эрихтею что только в том случае победит он и Марата если принесет в жертву богам одну из своих дочерей юная дочь царя Хтония полная любви к родине узнав ответ Пифии объявила что готова пожертвовать жизнью за родные Афины глубоко скорбя о судьбе своей дочери Эрихтей принес ее в жертву богам лишь желание спасти Афины заставило его решиться на это вскоре после того как принесена была Хтония в жертву произошло сражение в пылу битвы встретились Эрихтей и и Марат и вступили в поединок долго бились герои они не уступали друг другу ни в силе ни в умении владеть оружием ни в храбрости наконец Эрихтей поразил насмерть своим копьем и Марада опечалился отец и Марада Эвмолп он упросил бога Посейдона отомстить Эрихтею за смерть сына быстро примчался на своей колеснице по бурным волнам моря Посейдон в Атику взмахнул он трезубцем и убил Эрихтея так погиб Эрихтей защищая свою родину погибли и все дети Эрихтея лишь одна дочь его Криуса осталась в живых ее одну пощадил злой Рок Кефал и Прокрида изложено по поэме Авидия Метаморфозы Кефал был сыном бога Гермеса и дочери Кикропа Херсы Далеко по всей Греции славился Кефал своей дивной красотой славился он и как неутомимый охотник Рано еще до восхода солнца покидал он свой дворец и юную жену Прокриду и отправлялся на охоту в горы Гемета Однажды увидала прекрасного Кефала разоперстая богиня Зарей Эос похитила его и унесла далеко от Афин на самый край земли Кефал любил одно лишь Прокриду только о ней думал он имя ее не сходило с его уст тосковал он в разлуке с женой и молил богиню Эос отпустить его в Афины разгневала Сеос и сказала Кефалу хорошо возвращайся к Прокриде перестань жаловаться на судьбу когда-нибудь ты пожалеешь что Прокрида твоя жена пожалеешь даже что узнал ее о я предвижу что это случится отпустила Эос Кефала прощаясь с ним она убедила его испытать верность жены богиня изменила наружность Кефала и он вернулся никем не узнанный в Афины хитростью проник Кефал в свой дом и застал жену в глубокой печали и в печали была прекрасна Прокрида Кефал заговорил с женой и долго старался склонить ее забыть мужа уйти от него и стать его женой не узнала Прокрида мужа не хотела она и слушать незнакомца и все твердила одного лишь Кефала люблю я и останусь ему верна где бы он ни был жив или умер я навек останусь ему верна наконец поколебал ее богатыми дарами Кефал и она уже была готова склониться на его мольбы тогда приняв свой настоящий образ воскликнул Кефал неверная я муж твой Кефал сам я свидетель твоей неверности ни слова не ответила Прокрида мужу низко склонив от стыда голову покинула она дом Кефала и ушла в покрытые лесом горы там стала она спутницей богини Артемиды от богини получила в подарок Прокрида чудесное копье которое всегда попадало в цель и само возвращалось к бросившему его и собаку Лайлапа от которой не мог спастись ни один дикий зверь не в силах был Кефал жить в разлуке с Прокридой он разыскал в лесах свою жену и уговорил ее вернуться назад вернулась Прокрида к мужу и долго жили они счастливо свое чудесное копье и собаку Лайлапа Прокрида подарила мужу который как и прежде до рассвета уходил на охоту один охотился Кефал и ему не нужно было помощников ведь с ним было чудесное копье и Лайлап о небесное ты моя отрада ты оживляешь и укрепляешь меня о дай мне вдохнуть твое сладостное дуновение кто-то из Афинин услыхал пение Кефала и не поняв смысла его песни сказал Прокриде что муж ее зовет в лесу какую-то нимфу прохладу опечалилась Прокрида она решила что Кефал уже не любит ее что он забыл ее для другой однажды когда Кефал был на охоте Прокрида тайно пошла в лес и спрятавшись в разросшихся густых кустах стала ждать когда придет ее муж вот показался среди деревьев Кефал громко пел он о полная ласки прохлада приди и прогони мою усталость вдруг остановился Кефал ему послышался тяжелый вздох прислушался Кефал но все тихо в лесу не шелохнется ни один листок в полуденном зное опять запел Кефал спеши же ко мне желанная прохлада только прозвучали эти слова как тихо зашелестело что-то в кустах Кефал думая что в них скрылся дикий зверь бросил в кусты не знающие промаха копье громко вскрикнула Прокрида пораженная в грудь узнал ее голос Кефал он бросился к кустам и нашел в них свою жену вся грудь ее была залита кровью спешит Кефал перевязать рану Прокриды но все напрасно смертельно была ужасная рана умирает Прокрида перед смертью сказала она мужу у Кефал я заклинаю тебя святостью наших брачных уз богами Олимпа и подземными богами к которыми иду я теперь я заклинаю тебя и моей любовью не позволяй входить в наш дом той которую ты звал сейчас понял Кефал из слов умирающей Прокрида что ввело ее в заблуждение спешит он объяснить Прокриде ее ошибку слабеет Прокрида затуманились смертью ее глаза нежно улыбаясь Кефалу умерла она на его руках с последним поцелуем отлетела ее душа в мрачное царство Аида долго был неутешен Кефал как совершивший убийство покинул он родные Афины и удалился в семивратные фивы здесь помог он амфитриону в охоте на неуловимую тафтесейскую лисицу ее послал в наказание фивеном Посейдон каждый месяц приносили лисицу в жертву мальчика чтобы хоть как-нибудь утолить ее ярость Кефал выпустил на лисицу свою собаку Лайлапа вечно преследовал Лайлап лисицу если бы не превратил громовержец Зевс в два камня и лисицу и Лайлапа после охоты на тафтесейскую лисицу Кефал принял участие в войне амфитриона с талибоями и достиг благодаря своей храбрости власти над островом Кефалений названным так по его имени там и жил он до самой своей смерти Прокна и Филомела изложено по поэме Авидия метаморфозы царь Афин Пандион потомок Эрихтония вел войну с варварами осадившими его город трудно было бы ему защитить Афины от многочисленного варварского войска если бы на помощь не пришел царь Фракии Терей он победил варваров и прогнал их из Аттики в награду за это Пандион дал Терею в жены дочь свою Прокну вернулся Терей с молодой женой во Фракию там родился у Терея и Прокны сын казалось что счастье сулили Мойры Терею и его жене прошло пять лет со дня брака Терея однажды Прокна стала просить мужа если ты еще любишь меня то отпусти повидаться с сестрой или же привези ее к нам съезди в Афин и за сестрой моей попроси отца отпустить ее и обещай что она скоро вернется назад увидеть сестру будет для меня величайшим счастьем приготовил Терей корабль к дальнему плаванию и вскоре отплыл из Фракии благополучно достиг он берегов Атики с радостью встретил своего зятя Пандион и отвел его во дворец не успел еще сказать Терей о причине своего приезда в Афины как вошла Филомела сестра Прокны равная красотой прекрасным нимфам поразила Терея красота Филомелы и он воспылал к ней страстной любовью он стал просить Пандиона отпустить Филомелу погостить у сестры ее Прокны любовь к Филомелле делала еще убедительнее речи Терея сама Филомелла не ведая какая грозит ей опасность тоже просила отца отпустить ее к Прокне наконец согласился Пандион отпуская дочь в далекую Фракию он говорил Терею тебе поручаю я Терей дочь мою бессмертными богами заклинаю защищай ее как отец скорей пришли назад Филомеллу ведь она единственная утеха моей старости Пандион просил и Филомеллу дочь моя если ты любишь старика отца возвращайся скорей не покидай меня одного со слезами простился Пандион с дочерью тяжелые предчувствия угнетали его но не мог он отказать Терею и Филомеле взошла прекрасная дочь Пандиона на корабль дружно ударили веслами грибцы быстро понесся корабль в открытое море все дальше берега теки торжествует Терей ликуя воскликнул он я победил со мной здесь на корабле избранница моего сердца прекрасная Филомелла не сводит глаз с Филомеллы Терей и не отходит от нее вот и берег Фракии окончен путь не ведет в свой дворец Филомеллу царь Фракии он уводит ее насильно в темный лес в хижину пастуха и держит там в неволе не трогают его слезы и мольбы Филомеллы страдает Филомелла в неволе часто зовет она сестру и отца часто призывает великих богов олимпийцев но тщетны ее мольбы и жалобы Филомелла рвет в отчаянии волосы ломает руки и сетует на свою судьбу о суровый варвар восклицает она тебя не тронули ни просьбы отца ни его слезы ни заботы обо мне моей сестры ты не сохранил святости твоего домашнего очага возьми же ты Рей мою жизнь но знай видели твое преступление великие боги и если есть еще у них сила то понесешь ты заслуженное возмездие сама поведаю я обо всем что ты сделал сама пойду я к народу если же не пустят меня леса которые здесь вокруг я все их наполню своими жалобами пусть слышат мои жалобы вечный эфир небесный пусть слышат их боги страшный гнев овладел Тереем когда услыхал он угрозы Филомеллы выхватил он свой меч схватил за волосы Филомеллу связал ее и вырезал ей язык чтобы никому не могла поведать несчастная дочь Пандиона о его преступлении сам же Терей вернулся к Прокне она спросила мужа где же сестра но Терей сказал жене что сестра ее умерла долго оплакивала Прокна Филомеллу прошел год томится Филомелла в неволе не может она дать знать ни отцу ни сестре где держит ее в заперти Терей наконец нашла она способ известить Прокну она села за ткацкий станок выткала на покрывале всю свою ужасную повесть и послала тайны покрывала Прокне развернула Прокна покрывала и увидала на нем вытканую страшную повесть своей сестры не плачет Прокна словно в забытье блуждает она как безумная по дворцу и думает лишь о том как отомстить Терею как раз в эти дни женщины Фракии справляли праздник Диониса с ними пошла в лес и Прокна на склонах гор в густом лесу разыскала она хижину в которой держал ее муж в неволе Филомеллу освободила Прокна сестру и привела ее тайно во дворец не до слез теперь Филомелла сказала Прокна не помогут нам слезы не слезами а мечом должны мы действовать я готова на самое страшное злодеяние лишь бы отомстить и за тебя и за себя Терею я готова предать его самой ужасной смерти в то время когда говорила это Прокна вошел к ней ее сын о как похож ты на отца воскликнула Прокна взглянув на сына вдруг смолкла она сурово сдвинув брови ужасное злодеяние замыслила Прокна на это злодеяние толкнул ее гнев клокотавший в ее груди а сын доверчиво подошел к ней он обнял мать своими ручками и тянулся к ней чтобы поцеловать на мгновение жалость проснулась в сердце Прокны на глазах у нее появились слезы она поспешно отвернулась от сына а от взгляда на сестру снова вспыхнул в ее груди неистовый гнев схватила Прокна сына за руку и увела его в дальний покой дворца там взяла она острый меч и отвернувшись вонзила его в грудь сына приготовили Прокна и Филомелла из тела несчастного мальчика ужасную трапезу Терею Прокна сама прислуживала Терею а он ничего не подозревая ел кушанье приготовленное из тела любимого сына во время трапезы вспомнил о сыне Терей и велел позвать его Прокна же радуясь своей мести ответила ему в тебе в тебе в тебе тот кого ты зовешь не понял ее слов Терей он стал настаивать чтобы позвали сына тогда вышла вдруг из-за занавеси Филомелла и бросила в лицо Терею окровавленную голову сына содрогнулся Терей он понял как ужасна была его трапеза проклял он жену свою и Филомеллу оттолкнув от себя стол вскочил он с ложа и обнажив меч погнался за Прокной и Филомеллой чтобы отомстить им за убийство сына но не может он настигнуть их крылья вырастают у них обращаются они в двух птиц Филомелла в ласточку а Прокна в соловья сохранилась у ласточки Филомеллы на груди кровавое пятно от крови сына Терея сам же Терей был обращен в Удода с длинным клювом и с большим гребнем на голове как у воинственного Терея на шлеме так развивается у Удода на голове гребень из перьев Борей и Арифия Грозен Борей Бог на далекий Борей и над землей, вся земля колеблется и содрогается даже подземное царство Аида. И я молю Эрихтея, словно я его слуга. Я должен не молить, отдать мне в жены Арифию, а отнять ее силой. Взмахнул Борей своими могучими крыльями, буря забушевала по всей земле, как тростник заколебались вековые леса, грозно заходили по морю покрытые пеной валы, темные тучи заволокли все небо. Выше гор распростерся темный плащ Борея и веяло от него леденящим холодом севера. Все закрушая на своем пути, понесся Борей в Афины, схватил Арифию, взвился и улетел с ней к себе на север. Там стала Арифия женой Борея. Она родила ему двух сыновей-близнецов – Зета и Калаида. Оба они были крылатыми, как и их отец. Великими героями были сыновья Борея. Оба они участвовали в походе аргонавтов за золотым руном в Колхиду и совершили много великих подвигов. Ион. Изложено по трагедии Эврипида Ион. Однажды далеко разящий бог Аполлон увидал около стен Афин прекрасную дочь Эрехтея Криусу. Она беззаботно собирала душистые весенние цветы. Сын Латоны полюбил красавицу Криусу. Полюбила и она, златокудрого бога. Тайна от отца стала Криуса женой Аполлона и родился у нее сын. Боя с гнева отца, Криуса скрыла своего сына. Она завернула младенца в пеленки, надела ему на шею золотое украшение, на котором были изображены две змеи, положила его в корзину и отнесла ее в грот. Аполлон не оставил своего сына. Он пришел к брату своему Гермесу и просил его. «О, брат мой, пойди к рожденному землей народу в Афины. Ты ведь знаешь славный город воительницы Афины-Паллады. Там, в гроте, лежит в корзине новорожденный мальчик. Возьми его вместе с корзиной, принеси в дельфы и поставь у брат моего храма. Обо всем остальном я позабочусь сам. Знай, брат мой, этот мальчик — мой сын». Гермес быстро помчался в Афины, взял корзину с мальчиком, принес ее в дельфы, поставил у храма и открыл крышку корзины, чтобы сразу увидали входящие в храм мальчика. Рано утром, когда лучезарный Гелиос въезжал на небо, зардевшаяся от алого света богини Эос, прорицательница Пифия пошла в храм Аполлона. Велико было ее удивление, когда она увидала на ступенях храма маленького мальчика в корзине. Пифия уже хотела велеть унести его, так как она думала, что ребенок подкинут какой-нибудь дельфианкой. Но вдруг почувствовала она сострадание к маленькому мальчику и решила оставить его у себя. Аполлон позаботился о своем сыне и не допустил, чтобы он был изгнан из дома отца. Пифия же не подозревала, что оставила у себя на воспитании сына самого Аполлона. Так и воспитывался мальчик при храме в дельфах. Никто не знал, чей это ребенок. Не знал, конечно, и сам он, кто его родители. Беспечно играл он все свое детство у алтаря отца. Когда же вырос, то жители священных дельф избрали его хранителем сокровищ храма. Сын Аполлона остался жить в доме отца своего и жил чистой, безгрешной жизнью. Тем временем Криуса стала женой сына бога всех ветров Эола, героя Ксута, который помог отцу Криусы Эрихтею в войне с властителями Эвбеи, халкодонтами. За эту помощь Эрихтей отдал Ксуту в жены свою дочь. Когда же Эрихтей погиб от руки бога Посейдона, Ксут стал править в Афинах. Счастливо жили Ксут и Криуса. Их печалило лишь то, что брак их оставался бездетным. Наконец они решили отправиться в Дельфы и вопросить оракула Аполлона, дадут ли им боги детей. Эту мысль внушил им сам Аполлон, так как он решил вернуть сына Криусе и отдать своему сыну, внуку Эрихтея, власть над Афинами. Ксут отправился с женой в Дельфы. Ранним утром Криуса прибыла со своими служанками в священный город. Муж же ее по дороге в Дельфы посетил оракула Атрафония и должен был прибыть к оракулу Аполлона несколько позднее. Трафоний – мифический строитель первого храма Аполлона в Дельфах. Оракул его находился в Беотии, пещере у города Лебадеи. Когда Криуса приблизилась к храму Аполлона, сын ее убирал храм. Он вымел пол храма ветвями лавра, украсил врата ветками и гирляндами и прогнал с крыши храма и от алтарей птиц. Встретив у храма юношу, одна из служанок Криусы спросила его, могут ли они войти в храм. Но юноша не впустил женщин, так как было еще очень рано, и в храме никого из жрецов не было. Во время разговора со служанками юноша обратил внимание на стоявшую среди них Криусу. Он с первого взгляда узнал в ней знатную женщину, его поразили слезы печали на ее глазах, и он спросил ее, скажи мне, почему проливаешь ты слезы, придя к святилищу Аполлона. Какое горе гнетет тебя! Ведь все обыкновенно радуются, когда приходят, а ты плачешь, и слезы одна за другой катятся из твоих глаз. Криуса ответила ему, о чужеземец, я понимаю, что тебя удивляют мои слезы, но лишь увидала я храм Аполлона, как вспомнила давно минувшие. Все мысли мои опять на родине, хотя сама я здесь. О, несчастная я женщина! О, своевольные боги! Что делать нам? К кому возносить нам жалобы, если нас ведут к гибели сами надменные боги? Не понял юноша Криусу, смысл слов ее остался ему неясным. Не хотела и Криуса объяснить свои слова. На вопрос юноши, кто она, Криуса ответила ему, что она дочь погибшего царя Афин Эрихтея, и что пришла она в Дельфы с мужем своим Ксутом, который правит теперь в Афинах, вопросить оракула Аполлона о том, будут ли у них дети. О, бедная! — восклицает юноша. — Неужели никогда не было у тебя детей? Или, может быть, умерли твои дети? Несчастная. А я, видя твое богатство, думал, что ты счастлива. — Скажи мне, кто ты? — спросила Криуса. — Я не знаю ни отца, ни матери, — грустно ответил юноша. — Меня воспитала здесь при храме Пифия. Жаль стала Криусе юношу, не имеющего ни роду, ни племени. Она расспрашивает юношу о его жизни при храме. Но юноша прерывает ее расспросы и спрашивает, о чем же хочет сама она, вопросить Аполлона. Криуса не может открыть свою тайну служителю храма и в ответ рассказывает ему. У меня была подруга. Сам Аполлон любил ее. Родился сын от бога Аполлона у моей подруги. Страшась гнева отца, так как без его согласия стала она женой Аполлона, подруга скрыла в пустынном месте сына. Сын же подруги таинственно исчез, и никто не знает, где он. Я и пришла сюда, в Дельфы, чтобы вопросить Аполлона о судьбе сына моей подруги и узнать, жив ли он. Ведь он теперь был бы ровесником тебе. — Но как же может Бог открыть тебе то, что скрыл сам ото всех? — ответил юноша Криусе. — Смотри, не прогневай Аполлона своим вопросом, ведь никто не даст тебе ответа против воли Аполлона. На этом разговор Криусы с юношей был прерван приходом Ксута. Он принес радостную весть от Оракула Трафония. Оракул поведал ему, что он не вернется из Дельф бездетным. Радостно идет Ксут в храм Аполлона, а Криуса остается молиться у алтарей богов около храма. Ксут неделю пробыл в храме Аполлона. Он получил ответ, что тот, кто встретится ему первым при выходе из храма, — его сын. Когда Ксут вышел из храма, первым встретил он юношу, служителя храма. Радостно приветствовал его как сына Ксут. Но юноша с удивлением смотрит на него. Он не хочет назвать Ксута отцом. Только после того, как Ксут рассказал юноше, что сам Аполлон указал ему на него, как на сына, юноша покорился воле бога. Кто же мать его? Юноша спрашивает Ксута о матери. Ну и сам Ксут не знает этого. Как открыть теперь Криусе, что Ксут нашел сына? Это огорчит ее. Тяжело ей будет принять в свой дом сына другой женщины. Ксут решил поэтому взять юношу, которого он назвал Ионом, в Афине как гостя, а там постепенно подготовить Криусу и открыть ей истину лишь тогда, когда она привыкнет, а может быть, даже и полюбит Иона. Теперь же Ксут хочет отпраздновать радостный день, в который вернул ему бог сына. Он просит Иона собрать на пир всех жителей Дельф, а сам идет принести всем богам-олимпийцам, а прежде всего Аполлону, благодарственные жертвы на высоком Парнасе. Славя бога, уходит Ксут и Ион, запретив служанкам рассказывать Криусе, что они слышали. Лишь только ушли к Сут и Ион, как к храму возвращается Криуса. Ее сопровождает старый слуга. Готовясь войти в храм, обращается Криуса к служанкам и спрашивает их, не знают ли они, какой ответ дала ее мужу Пифия. Служанки молчат и не решаются сразу ответить Криусе. Им ведь под страхом смерти Ксут запретил открывать истину. Наконец одна из служанок решается говорить. О госпожа, я дважды готова умереть, говорит она, но все же скажу тебе правду. Никогда не будешь ты держать на руках ребенка, никогда ребенок не будет лежать у твоей груди. Сам сребролукий Бог дал сына твоему мужу. Теперь он счастлив. Бог дал ему в сыновья того, кого он встретил первым, выйдя из храма. Муж твой встретил первым юношу, которого ты сама видела здесь, у храма. Этот юноша, его сын. Ксут назвал его Ионом. Кто его мать, я не знаю. Глубоко опечалилась Криуса. Теперь в ее доме будет жить сын другой. Он унаследует власть ее предков. Всю свою любовь перенесет Ксут на сына. Она же будет, всеми забытая, жить в своем дворце. Еще больше усиливает горе Криусы старый слуга, бывший еще слугой ее отца. Он говорит Криусе, что Ксут обманывал ее, что и он, наверное, сын рабыни и воспитан здесь при храме по поручению Ксута. Слуга уверяет Криусу, что Ксут намеренно привел ее в Дельфы, чтобы здесь обманом ввести в свой дом сына рабыни. Горюет Криуса. Ей кажется, что тяжелая участь грозит ей. Неужели предстоит ей потерять всю власть в Афинах, которая принадлежит по праву ей, дочери Рехтея? Старый слуга тоже не хочет, чтобы власть Рехтея перешла в руки чужеземца. Он уговаривает Криусу отравить Иона во время пира. Недолго колеблется Криуса, она соглашается отравить Иона и дает старику каплю ядовитой крови горгоны, которую она получила от своего отца и всегда носила с собой. Старик уходит с ядом в шатер, который построил для пира Ион. В богато украшенном драгоценными тканями шатре собрались уже жители Дельф. Давно уже шатер полон гостями, пирующими за роскошными столами, уставленными золотой и серебряной утварью. Когда гости насытились богатыми яствами, в палатку вошел старый слуга. Он стал подавать гостям благовонную воду для омовения рук, зажег благоухающее курение и наполнил кубки гостей вином. Все веселей становится пир. Когда же раздались звуки флейт и лир, сказал старик слугам. Уберите теперь маленькие кубки и принесите большие, пусть скорее наполнит радость сердца гостей. Слуги принесли большие чеканные золотые и серебряные кубки. Из них старик выбрал самый роскошный, наполнил его до краев искрометным вином и незаметно влил в него каплю ядовитой крови горгоны. Этот кубок он поднес Иону. Уже готов был Ион совершить возлияние богам и выпить до дна кубок, как слетело с уст одного из слуг неосторожное слово. Ион, выросший при храме и воспитанный эпифией, сразу понял, что это плохое предзнаменование. Тотчас вылил он вино из кубка на землю, посоветовал и гостям последовать его примеру. А слугам велел наполнить кубки вновь. Пока слуги разносили вино, ручные голуби, летающие по шатру, сели на землю и стали пить вылитое вино. Вдруг тот голубь, который выпил немного вина, вылитого Ионом, начал биться, взлетел с громким криком, в котором слышалось страдание. Покружился по шатру и упал мертвым на землю. Гости с изумлением смотрели на голубя. В ужасе вскочил Ион со своего ложа, сорвал с себя плащ и, протянув руки к гостям, воскликнул. Кто хотел убить меня? Говори, старик, ты прислуживал мне с таким старанием, ведь из твоих рук получил я смертоносный кубок. Старый слуга Криусы долго отрицал свою вину, но, наконец, сознался. Он сказал, что яд дала ему его госпожа Криуса и велела отравить Иона. Так печально кончился веселый пир. Ион тотчас пошел с гостями к старейшинам Дельф и обвинил перед ними Криусу в том, что она замышляла отравить его. Старейшины же присудили ее к страшной казни. Она должна была быть сброшена со скалы. Быстро донесся слух обо всем, что случилось до Криусы. Узнав, на какую смерть осудили ее, она ищет защиты на жертвеннике Аполлона. Едва села Криуса на жертвенник, как прибегает Ион. Он всюду искал Криусу. Он хочет схватить ее, хотя она и под защитой Бога, и вести на казнь. В это время приходит Пифия. Она несет в руках ту самую корзину, в которой когда-то принес гермес Иона в Дельфы. Долго хранила корзину Пифия. Теперь же она отдает ее Иону, чтобы он мог, покидая Дельфы, с помощью корзины найти своих родителей. Сам Аполлон повелел Пифии сделать это. Лишь только Криуса увидала корзину в руках Иона, как сходит с жертвенника и бежит к Иону. Она узнала корзину. Ион, думая, что Криуса хочет спастись бегством от смерти, велит схватить ее. Но Криуса уже около Иона обнимает его и называет его сыном. Она говорит ему, что это та самая корзина, которой она когда-то отнесла своего новорожденного сына в грот и оставила там. Сын же таинственно исчез. Ион поражен. Неужели перед ним стоит его мать? Сомневаясь, он решает испытать Криусу и спрашивает ее, не может ли она назвать все предметы, которые лежат в закрытой корзине. Криуса, не задумываясь, называет все, что находилось в корзине. Там лежит покрывало, с вытканной на нем головой горгоны. Его ткала Криуса, когда была еще девушкой. Там и золотое украшение в виде двух змей. Такое украшение надевают всем новорожденным потомкам Эрихтея. На дне корзины лежит венок из ветвей священной оливы богини Афины. Он должен быть еще свеж, так как священные ветки никогда не вянут. Все назвала Криуса и убедился и он, что перед ним его мать, которую он так жаждал найти. В восторге обнимает своего сына мать Криуса. Для нее он светит ярче, чем светит солнце. Он ей дороже жизни. Она содрогается при одной мысли, что еще недавно хотела она сама погубить своего сына. Ликует и и он. Он хочет позвать Ксуто, но Криуса открывает сыну, что не Ксут его отец, а сам святозарный бог Аполлон. А в свидетельнице, что говорит правду, Криуса призывает любимую дочь громовержца Зевса, богиню Афину. Предстала перед Ионом и его матерью, великая богиня Афина. Она велит Криусе с сыном спешить в Афины и обещает ему власть над всей Атикой, которая принадлежала его предкам. Великую славу предсказывает Афина Иону. Четыре сына будут у него. От них будут вести свое начало великие роды Атики. Гелеонты, Гаплеты, Аргады и Айсихоры. Аристократия Афинского государства разделялась на роды, в руках которых, до введения демократического образа правления в V веке до н.э., находилась вся власть. Древнейшими родами считались роды Гелеонтов, Гаплетов, Аргадов и Айсихоров. Могучи будут потомки Иона. Их назовут по его имени Ионинами. Много стран и островов населят они. Но пусть не знает пока царь Ксут, что произошло, говорит Афина, чтобы не омрачил он радость Криуса, узнав, что Ион не его сын, а сын бога Аполлона. Великий стреловержец Аполлон не дал своему сыну жить в неизвестности, оставаясь всю жизнь служителем Дельфийского храма. Бог вернул ему власть его предков. Сбылось и предсказание великой богини. Ион стал родоначальником славного племени Ионин. Дедал и Икар Миф о Дедале и Икаре указывает на то, что уже в глубокой древности люди думали о том, как научиться передвигаться не только по земле и по воде, но и по воздуху. Характерно, что величайшим достижением мифического художника Дедала считались не его статуи и воздвигнутые им здания, а сделанные им крылья. Миф о Дедале был создан в Афинах в важнейшем центре торговли, промышленности, искусства и науки Древней Греции. Изложено по поэме Овидия «Метаморфоза». Величайшим художником, скульптором и зодчим Афин был Дедал, потомок Рихтея. Рассказывали, что он высекал из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми. Казалось, что статуи Дедала смотрят и двигаются. Много инструментов изобрел Дедал для своей работы. Им были изобретены топор и бурав. Далеко шла слава о Дедале. У этого художника был племянник Тал, сын его сестры Пердики. Тал был учеником своего дяди. Уже в ранней юности поражал он всех своим талантом и изобретательностью. Можно было предвидеть, что Тал далеко превзойдет своего учителя. Дедал завидовал племяннику и решил убить его. Однажды Дедал стоял с племянником на высоком Афинском Акрополе у самого края скалы. Никого не было кругом. Увидев, что они одни, Дедал столкнул племянника со скалы. Был уверен художник, что его преступление останется безнаказанным. Упав со скалы, Тал разбился насмерть. Дедал поспешно спустился с Акрополя, поднял тело Тала и хотел уже тайно зарыть его в землю, но застали Дедала Афиняне, когда он рыл могилу. Злодеяние Дедала открылось. Ареопак присудил его к смерти. Спасаясь от смерти, Дедал бежал на Крит к могущественному царю Миносу, сыну Зевса и Европы. Минос охотно принял его под свою защиту. Много дивных произведений искусства изготовил Дедал для царя Крита. Он выстроил для него и знаменитый дворец-лабиринт с такими запутанными ходами, что раз, войдя в него, невозможно было найти выхода. В этом дворце Минос заключил сына своей жены, Пасифаи, ужасного Минотавра. Чудовище с телом человека и головой быка. Много лет жил Дедал у Миноса. Не хотел отпустить его царь с Крита. Только один хотел он пользоваться искусством великого художника. Словно пленника держал Минос Дедала на Крите. Дедал долго думал, как бежать ему, и, наконец, нашел способ освободиться от критской неволи. «Если не могу я, — воскликнул Дедал, — спастись от власти Миноса ни сухим путем, ни морским, то ведь открыто же для бегства небо. Вот мой путь. Всем владеет Минос, лишь воздухом не владеет он». Принялся за работу Дедал. Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и воском и стал изготовлять из них четыре больших крыла. Пока Дедал работал, сын его, Икар, играл около отца. То ловил он пух, который взлетал от дуновения ветерка, то мял в руках воск. Наконец Дедал закончил свою работу. Готовы были крылья. Дедал привязал крылья за спину, продел руки в петли, укрепленные на крыльях, взмахнул ими и плавно поднялся на воздух. С изумлением смотрел Икар на отца, который парил в воздухе, подобно громадной птице. Дедал спустился на землю и сказал сыну, «Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги волн не смочили твоих крыльев. Не поднимайся и близко к солнцу. Жара может растопить воск и разлетятся перья. За мной лети, не отставай от меня». Отец с сыном надели крылья на руки и легко поднялись в воздух. Те, кто видел их полет высоко над землей, думали, что это два бога несутся по небесной лазури. Часто оборачивался Дедал, чтобы посмотреть, как летит его сын. Они миновали острова Делос, Парос и летят все дальше и дальше. Быстрый полет забавляет Икара. Все смелее взмахивает он крыльями. Икар забыл наставление отца. Он не летит уже следом за ним. Сильно взмахнув крыльями. Взлетел Икар высоко в небо, ближе к лучезарному солнцу. Палящие лучи растопили воск, скреплявший перья. Выпали они и разлетелись далеко по воздуху, гонимые ветром. Взмахнул Икар руками, но нет больше на них крыльев. Стремглав упал он со страшной высоты в море и погиб в его волнах. Дедал обернулся, смотрит по сторонам. Нет Икара. Громко стал звать он сына. Икар, Икар, где ты? Откликнись. Нет ответа. Увидал Дедал на морских волнах перья из крыльев Икара и понял, что случилось. Как возненавидел Дедал свое искусство. Как возненавидел тот день, когда задумал спастись скрита воздушным путем. А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое стало называться по имени погибшего Икарийским. Часть Эгейского моря между островами Самос, Парос и берегом Малой Азии. Наконец прибили волны тела Икара к берегу острова. Там нашел его Геракл и похоронил. Дедал же продолжал свой полет и прилетел, наконец, в Сицилию. Там он поселился у царя Кокала. Минос узнал, где скрылся художник, отправился с большим войском в Сицилию и потребовал, чтобы Кокал выдал ему Дедала. Дочери Кокала не хотели лишиться такого художника, как Дедал. Они уговорили отца согласиться на требования Миноса и принять его как гостя во дворце. Когда Минос принимал ванну, дочери Кокала вылили ему на голову котел кипящей воды. Умер Минос в страшных мучениях. Долго жил Дедал в Сицилии. Последние же годы жизни провел он на родине в Афинах. Там стал родон родоначальником Дедалидов, славного рода афинских художников.